Десятки детей и родителей. У по-настоящему долгожданного центра семьи и детства сегодня буквально яблоку негде упасть. О возведении центра говорили еще в 2018-м. Тогда на улице Солнечной, что в селе Поляны, располагался только городок под названием Ключ. Его создали 10 лет назад специально для семей, которые воспитывают приемных детей. Вопросы защиты детей, их образования, самореализации – это главные приоритеты социальной политики, государства и, конечно же, нашей области. Этими задачами должны заниматься системно, постоянно работать на опережение, создавать среду для развития подрастающего поколения, эту атмосферу безопасности детства и, конечно, оперативно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Решать задачи будут вместе со специалистами. С ними же, кстати, решали и какие практики разместят в центре. Сами семьи хотели бы видеть здесь и комнату для уединения, и японский сад, и помещение с прозрачным потолком, и еще много чего другого. Родители с детьми даже придумали список желаний, как на Новый год. И многие из этих желаний меценаты исполнили. И городок Ключ, и центр семьи и детства – прямая заслуга фонда Тимченко. Мы надеемся, что этот дом, который теперь есть у вас, это будет место, где каждый может найти себе занятие по душе. Это место, где вам всегда помогут, если вы столкнулись с несправедливостью или жестокостью. Это место, куда могут прийти родители и дети, и взрослые, как это называется, молодые взрослые со своими проблемами. Мы надеемся, что этот центр поможет улучшить благополучие семей. И наступил момент, которого все так ждали. Сегодня центр открыл свои двери. Павел Молков вместе с меценатами осмотрел помещение внутри центра. Здесь и кабинеты психологов, и просторные классы, в общем, говорит, был впечатлен. В чем важно, что вот эти лучшие практики, которые формируются здесь, в центре, распространялись и на все другие учреждения подобного типа у нас в Рязанской области. Тоже мы сейчас это с нашими коллегами проговорили и договорились, что в ближайшее время проведем совещание и определим дальнейшие шаги. Как эти лучшие практики тиражировать не только куда-то вовне, а сюда приезжает очень много представителей соответствующих структур из других регионов, но и тиражировать у нас внутри области, чтобы они были внедрены везде. Работа центра направлена на развитие Института приемной семьи, оказание кризисной помощи, дополнительного образования, развитие школы приемных родителей. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания. Город.